привет всем и в сегодняшнем уроке я вам скажу про такую функцию как snapshot и также advanced include то есть более продвинутый include функция ну еще одну функцию покажу в общем идея сегодняшнего урока это показать вам как захватывать информацию с активных плейбаков с нескольких активных плейбаков и также захватывать скажем трекинг информацию либо скажем информацию которая неактивная в данный момент находится в неактивном плейбаки но на определенных приборах и так значит опять же это урок может подойти не всем полностью но какие-то части вам я думаю что каждому из вас понравится и будет интересно и так значит начну с обычной функции который называется snapshot опять же многие люди не знают что такое как она работает я сейчас покажу значит что такое snapshot скажем задача один у вас есть два плейбака вот spot static и wash static 2 статичных плейбака spot и ваши как захватить их так чтобы создать из этих двух плейбаков один общий по некоторые люди используют обычный метод когда они используют там клавишу include запихивают первый прибор в программе 1 playback programmer потом include 2 playback программа это слишком долгий вариант если у вас есть физический пульт то вы как бы вам это делать еще быстрее значит когда выставили какую-то картинку если вам нужно ее захватить все что вам нужно будет делать это зажать клавишу through на вашем пульте нажать клавишу record и после этого кликайте на любой свободный плейбак таким образом вы просто создадите плейбак в котором будет скопирована информация из 2 3 4 5 или 10 разных плейбаков то что все что у вас будет в тот момент активное либо если у вас это нет возможности скажем вас не пульта pc версия или вам нужно засунуть программер и отредактировать все что как бы захватить только что вам нужно и убрать то что потом вам не нужно для этого вы можете открыть окно программера например view levels и здесь нажать клавишу snapshot когда вы нажимаете захватывается вся информация из активных плейбаков после этого заходите рекорд сохраняете либо удаляете все что вам здесь не нужно и потом сохраняете давайте проверим значит я пущу плейбаки поднимаю плейбак здесь вы увидите что у меня скомбинированная плейбак из двух разных плейбаков плюс snapshot захватывает также информацию по палетам как вы видите здесь итак значит создали из двух обычных плейбаков это все просто я могу удалить сейчас а что если у вас есть плейбак с эффектом законный вопрос я вам покажу с эффектом snapshot тоже работает без проблем то есть если у вас есть скажем вот эффект у вас бежит и пусть у вас будет какая-то вот например еще ваши статичные и плюс бим и вот такая картинка если вам нужно захватить вот сейчас всю эту картинку включая ваши эффекты для этого опять же нажимаем зажимаете стру нажимаете рекорд сохранить кликайте на плейбак сохранится либо заходите в окно программера нажимаете snapshot в этот момент вы все захватили все активные данные нажимаете рекорд и сохраняете вот и все как бы то что касается с активной информации вот на днях у меня спросили другой вопрос как захватить неактивную информацию из неактивного плейбака вот о чем я говорю скажем вот у вас есть вот такой плейбак да вот окно output у вас есть сейчас покажу опускаю свои плейбаки значит пускай вот были пускай он показывает вот все сейчас секундочку вот споты мои были я могу показать здесь вот ваши mk2 споты значит из этих спотов мне нужно захватить цвет например по информацию из создать из этого палету как это можно сделать скажем не подгружая ваш этот плейбак это может сделать довольно таки просто в первую очередь вам нужно выбрать те приборы с которых дату вы должны хотите считать будучи даже в неактивном состоянии для этого выбираете группу приборов теперь смотрите видите у вас здесь приборы выбраны они у вас на верхушке находятся и нам нужно захватить всю эту информацию в программе как это захватить не засовывая инклюдом или снапшотом информацию в программе для этого в окне программера есть также функция которая если вы нажмете снапшот вы ничего не получите у себя на экране потому что снапшоту нужен активный плейбак а в вашем случае когда у вас выбран прибор вы нажимаете shift и снапшот меняется на кнопку актив теперь нажмите актив вы увидите теперь что пульт подгрузил у вас все значение этого прибора то же самое что если вы выбрали прибор и засунули бы сделали бы лакейт но только без диммера дальней даже не лаки а засунули скажем всю информацию по прибору не делая дефолт или не делая лакейт дальше после этого например если я сейчас возьму рекорд нажму суда я сохраню вот эту всю информацию с нулевым диммером но например в моем случае мне нужно например записать новую палету я просто спускаюсь вниз нахожу свободный слот и нажимаю рекорд и сохранить палету цвета и он у меня подгрузил синюю палету так же как было в данный момент в неактивном программе и вот здесь то есть в программе или в неактивном output окне все это довольно таки простой вариант конечно же если у вас есть play back вы конечно же все это можете здесь пользуя клавишу include но я вам показываю новые варианты работы те которые возможно о которых вы не знали и третью вещь которую я хотел рассказать все вы знаете опять же о функции include засунуть информацию в программе но если вы не знаете конечно посмотреть отдельно урок на и насчет этого но и сейчас я вам покажу немножко другую функцию как захватывать информацию которая была использована которая приходит через трекинг о чем я говорю вот о чем например у меня есть q-stack в котором вот у меня несколько шагов и скажем шагу номер шесть у меня работают а сейчас я секундочку покажу секундочку я значит возьму бимы сброшу их запущу этот плейбак по новой захожу в шестой кью и в шестом кью у меня мои приборы бимы которые стоят в обычно дефолтных для них позиции вот сюда и идет диммерный эффект из центров края все ничего ничего сложного нету но теперь если я перейду в следующий шаг в седьмой вы увидите что у приборов поменялась позиция теперь он еще запустил эффект там circle из центра вот но в последнем шагу у меня есть информация только сейчас секундочку первый шаг у меня в денесо вот последний шаг у меня здесь информация есть только по тилту и по цвету а в эффекте у меня написан только circle эффект почему потому что седьмом шагу у меня записан circle эффект а в шестом шагу у меня записан диммерный эффект но вы можете увидеть что я здесь поставил галочку и я поменял трекинг как в театре или в кино используется трекинг у меня стоит lf это означает что он сделал трекинг информации по эффекту и ltp данным то есть информация по эффекту то седьмом кью у меня видно два эффекта потому что информация прошла через трекинг видите через трекинг у меня появился еще диммерный эффект если я трекинг уберу вид у меня только circle работает итак вопрос как мне записать в программе то есть закинуть в программе информацию как о последнем из последнего шага вот этого седьмого но также чтобы он у меня включал информацию по диммеру почему потому что если я нажму сейчас include и нажму седьмой шаг вам будет казаться что он у вас работает но на самом деле если я зайду в программе у вас будет только один эффект circle то есть если я сейчас его сохраню он у меня сохранит только circle эффект и не будет никакой информации по диммеру то есть сейчас я убью его подниму видите здесь диммерного эффекта нет вот а как добиться тогда того чтобы у меня был я мог получить в конце концов и диммерный эффект и эффекты по позиции и все что у меня нужно будет седьмого то есть эту последнюю картинку финальную картинку для этого делается все это таким образом вы выбираете в первую очередь группа приборов которые вам нужно вставить в программер то есть потому что мне нужно не всю картинку мне нужно именно по вот этим прибором дальше зажимаете shift или нажимаете shift нажимаете include здесь выбираете в каком какую информацию вам нужно зацепить то есть мне нужно в данном случае зацепить только определенную группу приборов и видите я их выбрал и он сразу же показывает что он засунет программе только для выделенных приборов и вам нужно выбрать entire state то есть entire state то есть полную картинку в данный момент который у вас приходится на на вот этот ваш седьмой шаг и после этого если вы не будете ставить маску какую-то чтобы вышли только определенный прибор определенные атрибуты и так далее то вы можете просто закрыть ваше это окошко либо открываете вот это окошко кистака и в нем то есть например вот такое окошко и в нем набирать вы нажимаете на клавишу 7 то есть вот сюда на седьмой кью то есть теперь если вы зайдете программер у вас будет и два эффекта как вы видите и плюс информация из седьмого кью то есть то что вы хотели вы получили то есть если я сейчас возьму эту информацию из программера запишу на мой плейбэк вы увидите что у вас теперь сюда заплатилось все что вам нужно было а теперь давайте немножечко усложним задачу но на самом деле решается тоже очень просто если у вас есть опять же вот запущенный опять же упражнение вот запущенный эффект вот я в седьмом шагу и мне нужно засунуть программер только эффекты которые у меня в седьмом шагу и в шестом шагу из трекинга вместе взятый только эффекты больше ничего другого для этого я опять же выбираю группу приборов захожу нажимаю shift и нажимаю include здесь я выбираю selected only все правильно потому что он только выбранные приборы entire state для того чтобы я мог захватить и трекинг информацию тоже но здесь я могу выбрать либо маску каких атрибутов я хочу засунуть либо выбираю эффекты только эффекты и после этого я могу открыть окно кьюстака и нажать сюда на последний шаг все после того как вы так нажали теперь посмотрите и вы можете взять рекорд и сохранить сюда и вы увидите что в программере у вас ничего нету только эффекты только только что сохранил только эффекты давайте теперь проверим получилось ли у нас это я сброшу прибор сюда и подниму и вы можете обратить внимание теперь эффект у вас идет из дефолтной позиции не из той позиции которые я вставлял в седьмом шагу и и диме работать никакого цвета и так получается что используя функции shift include это у вас продвинутый include функции засунуть программер вы можете использовать selected only entire state для того чтобы захватить всю информацию включая трекинг и также вы можете селективно выбрать только эффекты чтобы засунуть если вам нужно только эффекты и цвета вы выберете эффекты и цвета вот и все надеюсь этот урок был полезен для кого-то из вас надеюсь вам было полезны все эти функции если вы в первый раз на моем канале пожалуйста поставьте лайк и поставьте подпишитесь на мой канал и надеюсь вам все это понравилось и хорошего дня вам и удачных полян и программирование спасибо большое пока а